Альфия Гореева одна из вкладчиков дочки Татфонбанка. В ТФБ Финанс ее заманили большими процентами и пообещали немалые выплаты. Только специалисты не уточнили, что в кризисной ситуации ее деньги будут не застрахованы. А в декабре, как гром среди ясного неба, появилась новость, что у банка большие проблемы. В итоге женщина потеряла больше миллиона рублей. А тут в декабре вот такой крах. Я пошла узнавать, а они мне говорят, ну у вас же деньги эти не застрахованы. Я чуть мне ударнее это бросила. Вы, говорят, не получите эти деньги. Ну, в Татфонбанке ходила туда. Они говорят, ну, вы, говорят, не переживайте. Если Татфонбанк, говорят, эту санацию произведут, то, говорят, вам дадут эти деньги. Ну, если санацию не произведут, значит, ну что мы можем поделать? Ну что можем поделать? Я вообще, конечно, не сплю ни ночами. Все, это самые таблетки, пью лекарства. Ну, это большая сумма для меня. Кстати, деньги, которые вкладчики отдавали в доверительное управление ТФБ Финанс, затем полностью инвестировались в облигации самого банка, который в итоге потерпел крах. В Нижнекамске таких пострадавших как минимум 25 человек. Именно столько заявлений лежит в полиции. По Татарстану же пострадавших более двух тысяч. И вот, наконец, произошло то, о чем так сильно просили вкладчики. В отношении ТФБ Финанс возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас этим делом занимаются лучшие столичные специалисты в сфере экономических преступлений. Напомню, что сейчас в ОВД находится 25 заявлений от пострадавших ТФБ Финанса. Но их может быть и больше. Главное – написать заявление. Александр Комаров, Евгений Лызаев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».